Складывается впечатление, что российское руководство, собственно, даже, я бы даже сказала, руководство союзного государства, использует метод стратегической неопределенности, нервируя Запад. Военные суда 20 стран оказались в акватории Черного моря. Они там могут находиться по месяцу. Арест Коломойского. Что это вообще такое? Он уж точно не дурак. И он сумел так прикопать этот компромат, что с ним ничего не делают. Коренея Санна, рад приветствовать вас. Взаимно. Здравствуйте, Юрий. Коренея Санна, большое внимание привлек визит северокорейского лидера в Россию. Очень много говорилось и писалось и в самой России, да и не только в мировой прессе, а об этом. На ваш взгляд, в чем главный интерес Российской Федерации в сотрудничестве с Северной Кореей? А мы давайте это рассмотрим в контексте последних событий. Там это при Йоханнесбурге, G20, который прошел в Нью-Деле. У меня складывается впечатление, что российское руководство, даже, я бы даже сказала, руководство союзного государства, использует метод стратегической неопределенности, нервируя Запад. Потому что масштабы сотрудничества нашего с Северной Кореей мы с вами не узнаем, ибо это все за закрытыми дверями в прессе. У нас остается довольно много возможностей развивать это сотрудничество. И общие слова были сказаны. Вот, и это и есть то, что нервирует Запад. То же самое, а что с БРИКС? А почему у вас БРИКС какой-то только формат такой размытый? А это не институт, не блок. Да? Вот. И это тоже. И я так понимаю, что вот это вызывает особую нервозность в центрах принятия решений на Западе. Они вторуюся. У них времени мало. Они хотят какие-то определенности. Вот точно так же, как помните, когда начиналась специальная военная операция, кто говорил о БЛИКС-ПИДе, кто Запад, что Россия собирается устроить БЛИКС-ПИДе. И у нас тоже патриоты тоже говорили ай-яй-яй. Вот нас тут начальство заморочили, сказали, что на Украине нас будут с людьми встречать. Как ни странно, и все болезни, нам выгодно зачативание этой операции, перемалывание арсеналов. Потому что единственной, пожалуй, страной, оказавшейся способной, имеющей энергогенерацию для производства серьезных вооружений по нашим государствам, то оказалась Южная Карелия. Она уязвима. Вот это интересный очень тоже сигнал, эта встреча, о которой вы спросите, в том числе и Южной Кореи. Еще и почему. Потому что часть топлива своих атомных станций, от кого Южная Корея получает, я наполняю в Российской Федерации. Именно в Российской Федерации заводы по обогащению урана. Америка их нет. То есть это такой очень хитрый ход конем получается в таком случае? А мы очень любим, как это самое шутит мой друг, один он еврей, и он говорит, мы русские, говорит он. Так, вот мы русские, очень любим прикидываться, много глупее, чем мы есть на самом деле. Вы упомянули о G20, и одно из главных новостей во время собрания этого клуба, назову это так, наверняка об этом говорилось и раньше, но об этом как-то заговорили громко, о транспортном коридоре из Индии в Европу. Как нам к этому нужно относиться? Насколько это действительно, действительно серьезно, во-первых? Вопрос, когда? Понимаете, для того, чтобы построить эту инфраструктуру, нужно время, деньги, и как минимум договоренности со всеми странами, которые начнут, каждая, естественно, захочет на этом заработать, ну, если совсем так, блок, как бы, все сделать, да, каждый захочет как-то заработать. Тут еще и задели интерес своего союзника по НАТО Турции, тут Эртоган взвелся, что мимо него коммуникации пойдут. Он хотя бы надеется на то, что он как-то в коммуникации север-юг клинится, но пока, вы знаете, грузы идут через Турканинстан и через Татистское море, через Иран. Тут вопрос с холодом и поставка не зерна. Мы, кажется, уже решили, потому что понятно, что наше зерно будет идти через Иран в иранские полки, а там, как я понимаю, моя догадка, судя по тому, что Катар отказал Туркан в обещанных траншах финансовых, вот это удивительно. Я так понимаю, что Катар будет поставать туда. Поэтому для этого срок нужен, вы понимаете. Скажите, пожалуйста, если на карту посмотреть, наши зрители, если посмотрят на карту, вот Индия, Чудели, и Пекин, да, Китай, у них там противоречий, взаимных претензий хватает, но это все большие слоны, такие слоны прямо гиганты, да. Поэтому очевидно совершенно, что перед Йоханнсбургом они отчетно сумели договориться. То есть здесь они не согласны, здесь они не тяги, а вот давайте, а вот по этим трекам мы с вами договоримся. И поэтому Моди полетел в Йоханнсбург, он говорил, что он не петел. Вот после этих переговоров он полетел. Во всей видимости Индия в переговорах с Китаем настаивала на том, чтобы Китай отказался поддерживать Пакистан. А Китай очень серьезно в инфраструктуру старался вложить Пакистанскую главную спорт голодар на берегу Индийского океана. И они вдвоем, как я, получается, может быть, я брежу, но если посмотреть, решили сделать так, Индия не против, Пакистан, проведет коммуникация через Мьянму. Именно поэтому сейчас американцы, которые Мьянму не замечали, вдруг сказали, ай, Мьянма, там переворот, мы их не признаем, трали-вали, петуши. то есть вот это и мало того, как я понимаю, проблемы в индийской провинции на границе с Мьянмой, пожалуй, они поэтому и устроили. Я споймался на мысли, что мы, говоря о мировых и глобальных процессах, начинаем не с Соединенных Штатов. Мы начинаем с Индии, с Китая, в общем, со стран Азии. Ну да, но интересно, что действительно, я согласна с Михаилом Леонидовичем Хайзеном, что американцы, создавая АУКО, во-первых, они хотят этот именион, в общем, прибрать к рукам британцев, сказать, типа, мы тут одно, что вы еребенитесь, вот, и де-факто хотят прибрать себе этот именион. Но тут есть момент, им нужен действительно регион Индокитая, вот эту всю южную часть. Еще и почему они не столько даже рынок хотят получить, они хотят снимать маржу и ренту с этого региона, как они это и делают везде, вплоть до того, что там российский сжиженный газ Новотек в Европе продает как свой, а маржу снимают. Тут и Новотек зарабатывает, естественно, поэтому никто не в обиде, ну, что делать, чисто бизнес, как говорится. Ну, они хотят печь купоны. Они превратились в рантье, а рантье такого формата в Европе существует за счет варвара и пасты, которые они везде понатыкали. А главная база, помните, Юрий, в этом регионе самая главная база американцев, это вам даже не оравей, плостров, где у них много ничего есть. Это даже не Австралия, где они почему-то только на юге строят, у них там есть базы на севере, но небольшие в Австралии. Они на юге строят основные базы, что тоже любопытно, потом об этом можно поразгождать. А главное это их база всех. Она находится не в теке от Маврикия, это Атол, это база Диего Гарсия. Если американцев не будет на базе Гарсия, вообще все эти планы, включая тот вопрос, который вы задали. Ну, конечно, Китай будет через янму, железную дорогу по портам построить. Они умеют это делать. А эти как будут... Болгария объявила готовность построить еще одну базу на своей территории, базу НАТО, и это база в Черном море. Нет, баз НАТО не бывает. Это или болгарская база, или американская база, или британская база. Ну, в новостях звучит как база НАТО, пусть будет болгарская, но деньги, как пишут туда, собираются вкладывать именно североатлантические альянсы, и у них целая строка бюджетная заложена. Ну, это понятно, да. Но вопрос, это будет болгарская все-таки база, или это будет американская база, или это будет британская база. Я вам напомню, что, например, греки разрешили на островах, которые практически находятся у побережья Турции, построить четыре базы. Американские те. так или иначе Черное море становится все напряженнее. Я думаю, что давайте подождем немножко. Вот 1 сентября окончились учения на территории Грузии, в связи с чем военные суда 20 стран оказались в акватории Черного моря. Они там могут находиться два месяца. Потом должны уплыть. А они там находятся сколько получается меньше месяца. Это очень тревожное время. Потому что, кроме всего прочего, авианосец Джеральд Форд в востор пройти не может. Я надеюсь, никогда я не была на восторе. Я вот была на восторе. Это правда король и броши. Это очень место. Там авианосец Джеральд Форд не проходит. Наш мужчина. Он пришвартовал к берегам Анталии. И он там стоит. В прошлый раз он пришвартовывался именно в этом месте. В 2003 году, когда Буш начал компанию в Ираке, тайну в Ираке, снося сатам и по-моему они создают это все напряжение для того, чтобы облегчить украинцам наступление к Крыму, по-моему это будет битва за Крым. Даже последнее нападение с этими пилотниками на Крым это разведка боем. Я не говорю, что это непременно, не надо будет потом злым меня ловить за язык. Я не говорю, что это состоится. Они пробуют. Если говорить о битве за Крым, если она в принципе состоится, то тут украинскими руками уже не получится. конечно. Они оттянут наши силы туда. Кроме всего прочего, даже если они всего лишь разбомбят и раздолбают Крымский мост, они могут сделать, как вы понимаете. И опять же, тут тоже разведка боем бывала не раз. Это вопрос очень серьезный. и каким-то образом будут создавать огромные проблемы по наземным коммуникациям. Это очень непростая ситуация, ее нужно крайне просчитать. Мы точно будем сражаться за Крым. понимаете, но ситуация грозная. И отсюда, если у вас есть такой вопрос, я могу вам объяснить вот это странное напряжение, неуместное на совказе. Вы следите за тем, что происходит внутри Украины. Вот сейчас там все обсуждают например арест Коломойского. Что это вообще такое? Очередной какой-то спектакль разыгрывается для внутренней и чуть-чуть для внешней публики? Либо все-таки более серьезно к этому надо относиться? Вы знаете, и вы, и я наверняка оба читали Честертона детективные рассказы посвященные Абду Брауну. Вот как-то его спрашивают, как ему удается самые неожиданные, самые неразрешимые висеть разгадать, причем очень точно. И он смущенно, будучи священником и монахом, говорит, а я представляю себе, что я присутствую. Начинаю думать, как он. Я понимаю его логику, потому что когда мы рассуждаем собственную логику, это один вариант. Я попробую себе представить. Понимаете, это человек очень логкий, осторожный и успешный. Мне известно, например, что удивительное дело, он, скажем, в месторождении в Кирославове в Грузии сумел прибрать в руках. большая собственность, причем это стратегическое собственность. Вот. И то, что этот человек в нем не учитывал разные политические приходящие в чок-числе на уровне макрополитическом, есть ключи. Вот. А это означает следующее. Он работал на Демпарке. Прям видно. И на я подумала, а Коломойский перемешнулся ли? К республиканцам? Да. Он работал на Демократ. И он уж точно не дурак. И он сумел так прикопать этот компромат, что с ним ничего не делают. Поэтому он смело пошел в тюрьму, а когда ему предложили внести залог, вот это меня навело все на мысль. он идет в Аббанк. И определенные обстоятельства, в общем, даже их традиции США не боятся. Вот. Это все очень любопытно. Так что как его выговорят. Он в большую игру играет. Если предположить, что действительно он переметнулся, работал на демократов, стал работать на республиканцев, и сейчас идет в Аббанк. И мы понимаем, что человек умный, расчетливый. сейчас они повышают. Они повышают. И еще опыт Березовского, я думаю, на него был очень поучительен. И он его изучал. Он понимает, что теленок с дубом не бодает. Видите, как интересно. Вроде, казалось бы, внутреннее дело, в общем-то, украинское. Но если как посмотреть, выясняется, что... не может быть такого. Шлака бизнес в разных странах, счета и прочее. Контакты это же элитные контакты. Горинформации он все вел, иначе как вести бизнес если не иметь информации. Я думаю, что он серьезно, очень серьезно к этому одет. То политика это не бизнес. он стал учитывать эти моменты, что власть дороже денег. И тут нужно иметь гарантии. Я думаю, он имя заручил. до сих пор. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...